Здравствуйте! Эфир продолжает программа «События» в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хоккеисты «Ладо» вышли в следующий раунд плей-офф ВХЛ. В Самаре выберут главу промышленного района города. После ухода с должности Андрея Семенова полномочия временно исполняет Татьяна Куклева. Сегодня прошло первое заседание конкурсной комиссии. Какие решения были приняты в нашем репортаже? В городе выберут главу промышленного района Самары. Конкурс объявил районный совет депутатов. Сегодня в мэрии прошло первое организационное заседание конкурсной комиссии. В нее вошли 20 человек. На повестке дня избрание председателей и заместителей председателя комиссии. Председателем конкурсной комиссии выбрали главу Самары Елену Лапушкину. Предлагаю избрать председателем конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы промышленного внутригородского района Лапушкину Елену Владимировну. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто за, кто против, воздержался. Спасибо коллеге, принято. Заместителями председателя комиссии выбрали Алексей Дегтева, председателя Думы городского округа Самара, и Илью Шевцова, председателя Совета депутатов промышленного района города. Повестка первого организационного собрания у нас с вами исчерпана и прошла в дружеской обстановке. Да, у нас с вами есть месяц работы для того, чтобы избрать самого достойного человека на должность главы промышленного внутригородского района. Глава города подчеркнула, что промышленный район – один из самых крупных в Самаре как по численности населения, так и по территории. Поэтому к выбору кандидатуры нужно будет подойти с особым вниманием. Впереди у конкурсной комиссии много работы. Предстоит рассмотреть заявки, которые поступят, встречаться с кандидатами и знакомиться с их программами. Виктория Шарая, Константин Головин. События. Родина студенческой весны – Самара. 18 мая, в день 30-летия Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», в городе появится скульптурная композиция, посвященная этому празднику. Девять скульпторов и архитекторов представили свои проекты. За них голосовала экспертная жюри. Как выглядят проекты и когда станет известно имя победителя, расскажем в нашем сюжете. Девять участников – архитекторов, художников, скульпторов по числу представленных проектов. В Самаре прошло заседание конкурсной комиссии на лучшее решение концепции архитектурно-скульптурной композиции, посвященной 30-летию Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». В декабре в социальных сетях был проведен опрос. Любой желающий мог высказаться, что для него значит фестиваль. Эти ассоциации легли в основу проектов будущей композиции. Одна из них называется «Окна весны». Ленты символизируют пролетающие годы, их 30, окон 10 по числу направлений фестиваля. Среди проектов и скульптуры девушки, которая взлетает на крыльях, ее лицо устремлено вверх, навстречу будущему. Все проекты представлены на выставке в Доме архитектора. Председатель конкурсной комиссии Павел Краснорудский, руководитель Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи». В комиссию также вошли Сергей Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области, Татьяна Шестопалова, руководитель Департамента культуры и молодежной политики администрации «Самары». Игорь Галахов, главный архитектор «Самары». У нас есть экспертное сообщество, которое входит как представители творческого сообщества. Это представители Союза архитекторов и России, и Самарской области. Это представители органов власти, общественники. Я уверена, мы совместными усилиями с коллегами придем к единому мнению. Проекты представили авторы не только из «Самары», но и из Москвы и Пензы. Среди них и молодые профессионалы. Поддержка талантливой молодежи и создание условий для ее самореализации – часть стратегии лидерства региона, которая разработана по поручению губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей. Студенческая весна – это праздник молодежи, это живой процесс. И было бы здорово, чтобы вот эта композиция, которую мы выбрали, она бы не только стояла как некая память, но и активно использовалась. А, соответственно, здесь, используя вот эти подмостки, можно было бы проводить какие-нибудь поэтические вечера, какое-нибудь музыкальное небольшое мероприятие. То есть то, как раз-таки, ради чего студенческая весна и существует. Какой из проектов выберет жюри, станет известно в середине марта. Место, где появится скульптура, уже определено, но пока держится в секрете. Композицию представят самарцам 18 мая, в день торжественной церемонии открытия юбилейного всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который пройдет на стадионе «Самара-арена». Виктория Шарая, Николай Сидоров. События. Поездка домой или на работу с приятным сюрпризом. Для пассажиров 4-го самарского троллейбуса сегодня подготовили праздничную акцию, посвященную 8 марта. Для жителей города играл музыкант на аккордеоне, а женщинам дарили букеты тюльпанов. В яркий, веселый и музыкальный рейс на современном троллейбусе «Адмирал» отправилась и наша съемочная группа. Андрей Захаров разогревается перед необычным выступлением. Он уже демонстрировал свое мастерство на различных конкурсах российского и мирового масштабов, был участником популярных телевизионных программ. Но сегодня его концертным залом стал салон троллейбуса. Свою программу он подготовил для женщин-пассажиров. На аккордеоне музыкант играет 7 лет. Говорит, что для него это особенный инструмент, на котором можно исполнить как русские народные песни, так и французские романтичные мелодии и современные хиты. Красота и звучание. Если девушку, женщину любить, она также будет звучать, как данный инструмент. Послушать игру Андрея смогли пассажиры троллейбуса 4 маршрута. Они стали участниками праздничной акции Самарского муниципального предприятия ТТУ. Каждой женщине вручили по букету тюльпанов. Дамы признаются, после таких поездок в общественном транспорте с неожиданными приятными сюрпризами настроение сразу улучшается. Такого вообще-то, знаете, я не ожидала. Да и никто этого не ожидал. Это просто безумительно. То, что ребята великолепно играют. Это подарок, то есть на 8 марта. Я вам благодарю. Впервые подобную акцию в преддверии 8 марта провели в 2020 году. В прошлом году порадовать своих пассажиров не смогли из-за коронавирусных ограничений. Но теперь есть все шансы, что это станет постоянной приятной традицией. Заготовили букеты тюльпанов, традиционный 8 мартовский цветок. Приготовили в подарок хорошую музыку с аккордеоном. Так, чтобы подарить какое-то ощущение праздника. Для акции выбрали самый длинный троллейбусный маршрут. Четверка соединяет район Металлурга с железнодорожным вокзалом. Праздничный концерт проводят в новой машине «Адмирал». Город в прошлом году получил 22 современных троллейбуса. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это первый транспорт в Самаре, где граждане могут ехать с кондиционером в жаркое летнее время. Также есть видеокамеры в рамках транспортной безопасности, бегущая строка. В общем, все удобства. И сегодня в дополнение ко всему этому есть еще и такая приятная штука. Троллейбус «Адмирал» был раньше просто «Адмирал», а теперь это «Адмирал музыкальный». Самарский общественный транспорт регулярно радует своих пассажиров подобными акциями. Так, например, перед Новым годом Дед Мороз и Снегурочка, в роли которых были сотрудники, работающие на линии, раздавали самарцам мандарины и сладости. Ольга Павлова, Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Акцию в честь наступающего международного женского дня провели и сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Несмотря на непогоду, прохожим раздавали букеты тюльпанов на улице Ленинградской. Гульфие Сафиной удалось увидеть, как отреагировали девушки на неожиданный сюрприз. Спасибо, спасибо, мужчины, спасибо, спасибо. Тюльпаны от настоящих мужчин. В преддверии 8 марта Самарская служба судебных приставов провела акцию, направленную исключительно на представительниц прекрасного пола. Миниатюрные букетики каждый, кто не побоялся ненастной погоды и решил пройтись пешком по Ленинградской улице. В нашей службе на сегодняшний день большинство нашего коллектива, конечно же, прекрасные дамы. Мы стараемся, конечно же, радовать каждый год различными акциями, популяризировать нашу службу. Поэтому сегодня проведем мы вот такую, хоть с такой ненастной погодой. Порадуем их и хотелось бы, конечно, чтобы данное настроение их сопроводило до Международного женского дня. До 8 марта осталось пара дней, и встречать праздник гораздо приятнее с цветами. Спасибо. Счастья вам, здоровья. Спасибо, спасибо. Ой, очень прекрасно. Очень. Молодцы. Молодцы. Сегодня рабочий день за понедельник. По работе здесь эмоции, конечно, радостные, несмотря даже на погоду. Неожиданно. И приятно. Очень приятно в такую погоду получить цветочки, что поздравляет сильные мужчины. Девушки идут по улицам, и просто некоторые снимают маски, у них сразу появляются улыбки, счастливые глаза. И такой, казалось бы, немного снежный и пасмурный день становится как-то более ярким. Более ярким и более теплым, невзирая на погоду и внешние невзгоды. Всего цветы из рук судебных приставов получили почти 50 жительниц Самары. Маленький комплимент и напоминание о скорой настоящей весне. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События. Вместо просьбы предъявить документы – цветы и подарки. Поздравили сегодня милых дам и сотрудники ГИБДД. Подробности в репортаже Елены Чернявской. Для самарских автоледи встреча с сотрудниками ГИБДД сегодня стала приятным сюрпризом. В преддверии Международного женского дня автоинспекторы провели уже ставшую традиционной акцию и поздравили представительниц прекрасного пола с приближающимся праздником. Чтобы удивить и порадовать жительниц города, инспекторы с букетом в руках выехали на дороге Самары прямо с утра. Наши водители женского пола – тоже неотъемлемая часть дорожного движения. И, конечно же, с такой прекрасный праздник хочется их поздравить, пожелать всего хорошего, соблюдения правил дорожного движения. Ну, зеленого света, как говорится. Поднимаем настроение, дарим подарки. Желаем всего самого хорошего. К праздничному рейду присоединились и представители общественных организаций. Они преподнесли дамам за рулем практичные подарки. В настоящее время, если не добрые половины, но где-то треть водителей – женщины. И я считаю, что они даже более организованы, стараются соблюдать правила дорожного движения. Дай Бог, чтобы безаварийная езда сопровождала их, приподнято настроение было не только накануне праздника, но и всегда. А всех женщин Самары области с наступающим праздником пожелать здоровья, счастья, благополучия и, самое главное, мирного неба. И хочу обратиться к мужчинам. Увидев женщину за рулем, представьте, что это ваша жена, сестра или ваша дочь. Я надеюсь, вы будете намного вежливее к этим водителям. Мужчины в погонах поздравили женщин с наступающим праздником весны, пожелали оставаться всегда такими же прекрасными, напомнили им правила дорожного движения и пожелали безопасных дорог. Неожиданно и очень приятно. Я сначала не поняла, почему останавливают меня, думают, что это не так. Но очень приятно. Спасибо большое. Напоследок жительницам города напомнили, что даже в праздничные дни нужно не забывать о правилах дорожного движения, быть внимательными и аккуратными за рулем. Елена Чернявская, Василий Колдашов. События. По статистике, в этом году россияне готовы потратить на подарки к празднику не более 6 тысяч рублей. Самыми щедрыми оказались жители Москвы, Красноярска и Казани, а самыми экономичными – жители Перми. На подарок они готовы потратить 3 700 рублей, а на цветы не более 2 500. Кстати, цветы намерены подарить почти 70% мужчин. Что еще готовится преподнести своим дамам жителей Самары, выяснила Гульфия Сафина. На первом месте цветы и конфеты. Такие подарки планируют преподнести почти 70% мужчин своим любимым дамам в честь праздника 8 марта. Аналитики провели соцопрос и выяснили, что на букеты россияне рассчитывают потратить от 1 до 5 тысяч рублей. А вот, что планируют подарить своим спутницам самарцы. Все, вот все, что есть, все подарю. Хорошее настроение самое главное подарю. Жена уже заказ сделала. Не знаю, она что-то в интернете там выбрала. У меня только карточка требуется и все банковское. Что думаю дарить? Ну, какой-нибудь, не знаю, может конфеты, например, либо какой-нибудь поход в ресторан. Будем дарить букеты цветов шикарные, шампанское, какие-то индивидуальные подарки, драгоценности. Вообще прекрасный праздник. Я вот, например, готовлюсь поздравить своих родных, мать, сестру, жену, ну, всех, кого знаю. Праздник приравнивается как к Новому году, к Пасхе. Ну, такой веселый праздник. Женский. А женщина – это дворец природы, можно сказать. Дворец природы и воплощение красоты. По мнению специалистов по этикету, подарок должен соответствовать настроению самого праздника. Шаблонные презенты – не самый лучший вариант. Он, скорее, подчеркнет поверхностное отношение к даме. Порядка 20% опрошенных женщин признались, что недовольны преподнесенными ранее подарками. В списке нежелательных презентов – кастрюли, сковородки и другая кухонная утварь, средства по уходу за собой, еда и, как ни странно, деньги. Последний вариант назвали 6% опрошенных россиянок. Это крепкий алкоголь, он никогда не дарится даме. И, естественно, подарки, которые неоднозначны. Например, сертификат на посещение или абонемент в фитнес-центр. И если дама не ходила, тем более в фитнес-центр, не мечтала об этом, то это явно намек на то, что даме стоит привести свою фигуру в порядок. Не дарят с точки зрения светского этикета женщинам ножи подарки, требующие дополнительных покупок. Рекомендуют сертификаты в спа или бьюти-салоны, парфюм, выбранный самой женщиной, путевку в отпуск, атрибуты для хобби, которым увлекается дама, аксессуар гаджетам, билеты в театр или на концерт. Главное, учитывайте вкусы и предпочтения вашей женщины. И если она любит белый шоколад, то не дарите ей молочный. Гульфия Сафина, Николай Сидоров, События. И о других событиях этого дня расскажем в нашем видеообзоре. Самарцев предупредили о возможных проблемах при бесконтактной оплате в электричках. Речь идет о случаях, когда используются сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Для оплаты проезда в кассах, у контролеров и в приложении перевозчика пассажирам рекомендуют пользоваться пластиковыми картами. А для бесконтактной оплаты билетов при помощи смартфона лучше использовать приложение MirPay, совместимое с банковскими картами платежной системы Mir. Роскомнадзор, который с 25 февраля начал замедлять трафик Facebook за нарушение российского законодательства, теперь объявил о полной блокировке соцсети. Это стало ответной мерой на отказ владельца Facebook снять ограничения на доступ к официальным аккаунтам российских СМИ. С октября 2020 года было зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информресурсов со стороны Facebook, говорится на сайте ведомства. В последние дни указали представители Роскомнадзора, соцсеть усилила блокировки. Подобные ограничения, напомнили в Роскомнадзоре, противоречат российскому законодательству, нарушают принципы свободного распространения информации и доступа к ней. В Самарской области более тысячи подростков вакцинировались от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Напомним, процедура проводится двухкомпонентной вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК-М, которая предназначена для профилактики COVID-19 у детского населения от 12 до 17 лет. Подростков прививают по предварительной записи. С собой необходимо взять паспорт или свидетельство о рождении, а также полис ОМС. Вакцинация проводится на добровольной основе по заявлению законных представителей, родителей или опекунов. Также заполняется информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств. В Самаре разблокировали 99% социальных карт для проезда в льготном общественном транспорте. Об этом сообщили в городском Дептрансе. Напомним, ранее в столице региона отменили обязательное предъявление QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. Это касается посещения учреждений культуры и спорта, кинотеатров, ресторанов, фудкортов и торговых центров, а также организации сферы услуг. Необходимый соблюдение масочного режима и санитарно-эпидемиологических мер сохраняется как в общественных местах, так и в городском транспорте. Специалисты Департамента транспорта администрации Самары рассказали о причинах сбоя в работе мобильного приложения «Прибывалка». Его сервер находится под ДДОС-атакой. Сейчас принимаются все меры для скорейшего восстановления функционала сервиса. Напомним, приложение «Прибывалка» помогает жителям города узнать о времени прибытия к остановке того или иного транспорта. За несколько лет работы оно обрело большую популярность. В последние дни в его работе наблюдаются сбои. Сегодня ровно 80 лет со дня первого исполнения Седьмой Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве. Подготовка к этому событию началась в Самарской области еще в прошлом году. В белоколонном фойе Самарского академического театра оперы и балета начнет работу выставка, рассказывающая история создания Седьмой симфонии. О том, как Дмитрий Шостакович начал ее писать в блокадном Ленинграде, а завершил уже в Куйбышеве. А также, как шла подготовка к ее исполнению и почему симфония покорила мир. Визуально выставка будет представлять собой масштабную инсталляцию, восстанавливающую события того времени. Посетители смогут изучить исторические материалы, узнать, как была написана симфония и увидят вблизи инструменты, на которых она исполнялась. Кульминацией значимого культурного события станет концерт. Ровно 80 лет спустя повторится история. Так же, как и в 1942 году на сцене Самарского академического театра оперы и балета будет звучать Седьмая ленинградская симфония в исполнении Оркестра Большого театра России. В первый понедельник весны свой профессиональный праздник отмечают театральные кассиры. И хотя большинство из нас думают, что в профессии кассира нет ничего сложного, специалисты утверждают, что это не так. Многие из них могут не только подогреть интерес к искусству, но и привить любовь к театру, пьесам и постановкам. Наш корреспондент Мария Левина встретилась с бывшей актрицей, а сегодня кассиром Татьяной Найденской. Как получилось, что свет софитов пришлось сменить на продажу билетов, расскажем в сюжете. Мне с последнего не нравится «Кавказский меловой круг». Это просто шедевр. Это даст слез, ведет себя прям по жизни вот так ниточкой, ниточкой, ниточкой и заканчивает прям... Фурор, феерия, просто счастье. И так она звалась Татьяной. Свет софитов и уютную гримерку она давно сменила на передовой фронт и стала кассиром. В юном возрасте Татьяна Найденская пришла служить в театр актрисой, а позже выбрала для себя материнство. Но со временем поняла, что у бывших театралов не бывает и вернулась обратно. Правда, уже в другом качестве. А куда выйти работать, как не к любимым людям, которых я здесь всех знаю. Это мой любимый театр, здесь мои любимые люди, поэтому я здесь. Театр – это да. Здесь все друг друга знают, и я здесь рабой, потому что я их люблю. Подсказать, что посмотреть, подобрать нужную постановку и, конечно, познакомить с традиционными классическими пьесами – сегодняшняя задача Татьяны. Театр меняется стремительно, утверждает Татьяна, а вместе с ним меняется и зритель. У меня есть зритель, это просто прелесть какая-то. Я его запомнила уже, потому что приходит мужчина, он говорит, мне русская литература, пять мест. Я говорю, хорошо. Следующий репертуар выходит на следующий месяц. Опять приходит этот мужчина и говорит, мне русская литература. Я говорю, хорошо. Когда он пришел пятый раз, я говорю, а что у вас связано с этим спектаклем? Он говорит, этот спектакль для меня является тестом для людей. Если они прошли этот тест, значит, это те люди, с которыми я хочу общаться. Зрители меняются, они растут. Вот, например, роддом у нас, уже мы сыграли 500-й спектакль. На этом спектакле выросло не одно поколение зрителей. И он всегда идет с аншлагом. И причем дети, которые приходили 18, теперь они уже своих детей приводят. Так что зритель растет вместе с нами. Как ты, Олюшкина? Да все в порядке. В первый понедельник марта театральные кассиры по всей стране принимают поздравления с профессиональным праздником. В 2009 году он прошел впервые в Санкт-Петербурге. Инициатором выступили артисты драматического театра Северной столицы. Сегодня отмечают профессионалы. Театральный кассир – это лицо театра. Человек, который зачастую неосознанно открывает зрителю мир настоящего искусства. Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События. Хоккеисты Тольяттинской «Лады» вышли во второй раунд плей-офф ВХЛ. Автозаводчане в шести матчах оказались сильнее игроков Ростова. Борьба получилась интересной для болельщиков. В серии четыре игры закончились с разницей в одну шайбу. Из них две перешли в овертайм. В том числе и последняя игра. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Хоккеисты «Лады» проводили в Ростове-на-Дону шестой матч серии первого раунда плей-офф ВХЛ. Чтобы выйти в четвертьфинал, тольяттинцам нужна была всего одна победа. Из самого начала автозаводчане дали понять, что затягивать серию до седьмого матча не собираются. Уже к 14-й минуте игроки «Лады» дважды огорчили голки перехозяев. Сдаваться ростовчане не собирались, а потому сразу бросились в погоню. В начале второго периода счет удалось сократить. После обе команды могли забить, но отличились вновь ростовчане. Они сравняли счет за 10 минут до конца основного времени. Игра перешла в овертайм, который продлился всего 37 секунд. Тольяттинцы в первой же атаке забили гол, завершили сезон для Ростова, а сами вышли в следующий раунд, победив 3-2 в матче и 4-2 в серии. В Самаре разыграли первые медали первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров до 20 лет. Самарский боец Хусинбой Арислан Беков завоевал золото весовой категории до 60 килограммов. Другой самарец Максим Скуратов уступил в финальном бое в категории до 67 килограммов москвичу Имрану Бабачиеву. В категории до 72 килограммов первенствовал Дмитрий Адамов из Ростовской области. Евгений Байдусов из Москвы стал лучшим в весе до 77. Еще одно золото тоже уедет в столицу России. В категории до 87 килограммов победу одержал Мухаммад Евлоев. В неофициальном медальном зачете лидирует сборная Москвы. Самарцы на втором месте тройку замыкают представители Ростовской области. Самарские команды готовятся к матчам в чемпионатах России. Футболисты крыльев советов шестого матча сыграют с тульским арсеналом. Накануне волжане тренировались на третьем поле Металлурга. Занятие длилось более полутора часов. Команда отработала игровые ситуации, тактику, а также стандартные положения. Самарцы и туляки встречались восемь раз. Крылья одержали две победы, а пять раз проиграли. Еще однажды была зафиксирована ничья. А баскетболисты Самары на выезде сыграют со столичным МБА. Соперники Волжан идут на восьмом месте в турнирной таблице и борются за попадание в плей-офф. Лидером МБА является Макар Коновалов. Прошлой весной он помог Самаре взять чемпионство в Суперлиге, а нынешнюю встретил в статусе игрока национальной сборной. В противостоянии с москвичами у Волжан явное преимущество. 21 победа в 25 официальных матчах. Самарцы выиграли у МБА девять последних матчей, в том числе и декабрьский в Самаре. 93-78. На этом выпуск подошел к концу. От лица коллектива телеканала Самар ГИС поздравляю с наступающим международным женским днем. Всего доброго и хороших выходных. Субтитры подогнал «Симон»! Корректор А.Кулакова